Добрый день, дорогие друзья, соотечественники, родные мои. Мы сейчас провожаем с вами 2021 год. Каким он был для каждого из нас? Для меня, можно сказать, он был разным. Для вас, наверное, тоже. Я не хочу говорить избитые фразы о том, что мы оставим в старом году что-то плохое в новое, возьмем что-то хорошее. Я скажу вам только одно. Вы меня спасли. Я чувствую себя вам обязанным навсегда. Я с вами. Я дам вам надежду даже тогда, когда, может быть, я сам ее потеряю, хотя уверяю вас, что на это не случится никогда. Это был год великого исторического духовного перелома. Многие из нас обрели себя в этих ужасных, страшных условиях, когда, казалось бы, все, когда верить ни во что не хочется, когда опускаются руки. И я это на себе все испытал. Всякое было в нашей с вами жизни, в истории нашей страны. Что пожелать вам в новом году? Ну, естественно, здоровья, счастья. А я бы, знаете, что еще пожелал? Нас с вами ждет впереди еще много работы. Я бы пожелал вам доброты, участия. И давайте с вами запомним этот 21-й год, как тот год, когда началось то великое движение, которое возродит нашу страну. Сделает ее не только самой сильной в военном отношении, самой большой в территориальном смысле, самой доброй, самой участливой, страной с великой, трудной, но такой замечательной судьбой. Счастья вам, дорогие мои. Поднимите в эту ночь бокалы за нас с вами. За честных и умных. За скромных и незаметных. За тех, кто еще напишет прекрасную, великую историю нашей с вами родной страны. Счастья вам. Мы с вами будем вместе в 2022 году. И мы сделаем все, чтобы наша Родина процветала.